Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники General Zero Hour Благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее Ну и легендарный бой с легендарными бойцами Китай-ядерное оружие Бойко, игрок из США На карте с Ноудроуд его соперником становится Фаргу Играя за секретные войска Гла из Литвы Почему этот поединок действительно легендарный? И я не просто так бросаюсь, друзья, словами Я совсем недавно его наблюдал в прямом эфире И сказать, что я не вспотел, ничего не сказать Я действительно очень давно не видел настолько жесткий батл И мне кажется, ну на моей памяти, что это один, наверное, из самых действительно эпичных поединков, что я видел Не буду бросаться и говорить, что это прям самый эпичный Но один из самых эпичных Поэтому обязательно запасайтесь чаечком Чем хотите, в общем-то, да Может быть, что-то перекусить И приятного вам просмотра Со старта три суплаи от Китая Ядерное оружие, очень даже интересно Хороший подрывник И минус дает Сапалтрак А вот Сапалтрак, кстати, от Бойки один пришел хорошо Но очень грамотная Посмотрите, здесь коробка от литовского игрока Фейковыми казармами ставит И Сапалтрак не может попасть к рабочим грамотно Хотя здесь я видел, что один подрывник ушел в никуда Была попытка от Фарку остановить этот грузовик Но не получилось Ну и должна техничка подбирать Хороший рабочий забегает направо в фланг Бойка со старта готовит захват Очень жирно играет Нюк Один всего военный завод Три суплая И тут же захват Да, обжать, ничьит, жать, ничьит Вообще, что касаемо... Ох ты, даже стали настоящие Посмотрите, казармы Что касается формы бойцов Но Бойка, в общем-то, не смог Не смог ничего показать на этой мировой серии В общем-то, он сверкал на двух подряд Да, 19-20 год В 19-м он был в финале В 20-м году он стал чемпионом Победителем Ну а Фаргу наоборот Фаргу на этой мировой серии Уже скоро будет биться против Сайза За выход в полуфинал И также Фаргу является Финалистом мировой серии 18-го года Поглядите, как тут Убертиль еще работает Великолепно, забирает Целый гатлинг, она нагружена И главное, здесь, наверное, китайцы Не терять дозеры Два дозера у него есть Двухлычковая становится Убертильщий Батлмастер нужно контролировать Заезжать Да, минус должна быть вся пехота А техничка живет Техничка живет И доставит еще немало проблем Но будет попытка тут вылавливать Смотрите, Фаргу вроде как Не контролирует Минус Убертильщий А справа Норка-то прокатила Вау Выходит Оксотрактор Выселяет здесь из здания И есть у Нюка Проблемы Справа фланга Также Я уже, наверное, не сказал Да, не упомянул Забыл Этот бой в рамках челленджа Играли ребята до 7 побед Хоть бойко и плохо очень подготовился Вернее, вообще не готовился к мировой серии Но челленджи после турнира он играет активно Поэтому сейчас он не в самой, скажем так, худшей своей игровых форм И счет я объявлю в конце Хотя я часто это говорю, бывает забываю Если я забуду объявить счет в конце То обязательно забудьте в комментарии Я там его прикреплю Но надеюсь, что не забуду Естественно, я знаю счет этого поединка Как фаргу и бойко играли У них уже было много челленджей после ВС В сумме это вроде бы Если я не ошибаюсь Четвертая Два из них взял фаргу Одно взял бойко Я имею ввиду целостность в матче Хотя это только те поединки О которых я знаю И это получается По моей информации Да, ну или По моим знаниям Только четвертый у них уже челлендж То есть они очень много играют Минус подрывник Ну шикарно фаргу вообще закрывает Свой суплай И мне нравится Опять же тикничка на левый фланг Сополтраки здесь отходят Минусуется Ну и слушайте Китай себя очень уверенно чувствует Играет большие деньги Абсолютно Фаргу тоже захватил вышку Переходит в третий суплай Здесь в центре стелс Добирает даже артиллерийские платформы Ох как необычно И интересно за этим понаблюдать Смотрите, ведь не могут бояться Теперь в центре просто так гулять И позиционку фаргу Шикарную Насколько наглый Ставит норки И ведь китаец позволяет Стоит один стационарный гатлинг На пути И аванпост Палит, но не стреляет Да, тяжело Тяжело бойки Но несмотря на всю прыть Да, и на всю Охтину зиглашника Опять же напоминаю Китай себя чувствует Просто великолепно Есть центр пропаганды Также не забываем Что у Нюка В общем-то При таких деньгах Будет аэрфилд И можно строить ядерную ракету Уйти в ядерные миги Почему бы и нет То есть в принципе Здесь за китай Ядерное оружие Два пути Либо вы рашите Глашника Дерзко его запинываете Пытался бой Не получилось Все грамотно Здесь закрыты Все ресурсы Либо вы уходите В лейд Защищаетесь И переходите В ядерные миги В ядерную ракету Ну и также есть Нюкэноны Которые Даже не нужно брать В повышениях Посмотрите Взял себе Фаргу Один дракон Очень опасный Гуляет Перехватчики Мы видим Появляется первый Миг Пока без апгрейда Отстраивается Командный центр Правильно все делает Бойка Потому что Можно потерять дозер И это очень опасно Еще одна Артелийская платформа В центре перехватывается Ну и как мы видим Позиционно Уже китаец Немножечко здесь Начинает Расчищать Так Дозер забрал Перехватчиком Посмотрите Фаргу И Есть каркас Электростанции Глаз станет Скоростнее Отстраивается Уже дворец Правильно все Седьмая минута игры Достаточно быстрая технология От игроков И игра Просто мега активная Постоянно везде Какие-то боевые действия Ведутся Посмотрите Перехватил Одно Расчистскую платформу Вся китаец И перекрывает Добычу Глашнику Минус Ресурсный центр Здесь хоть стелс Хоть не стелс Но Ядерный китаец Очень грамотно Берет с собой Авантпосты Которые палят Невидимые Постройки Но есть одна Еще норочка Неприятная Здесь Подковыростая Так Я думаю Что ну вот Должен уже К ядерной Шахте Приступать В скором времени Китай У него есть Командный центр Пошел на правый Фланг А здесь вышка И здесь Завод Который дает Скидку на юниты Вот-вот Только сейчас Его перехватывает Себе в парку Да Агрессия пошла Наконец-таки Отбойки Хватит дефаться Стоит у него Бункер на левом фланге Будет не так Просто пройти Ну и здесь Есть норки Здесь есть норочки Первый боевой автобус Выходит у нас От игрока Из Литвы Так Ну вот Дракон пытается Подобраться Выселять Пацанов из здания Да И ядерная шахта Дорогие друзья Ну все совершенно верно В лете Сейчас конечно Бойко играет Мега правильно Я думаю Что многие поклонники Ждали наконец-таки Топ реплей С этим игроком Да Заждались Бойко делал Длинный перерыв Но да Он возвращается А вот с Фаргу В последнее время Очень много реплеев Играет активно Постоянно Какие-то челленджи Ну и сейчас Опять же Один из фаворитов Он на мировую серию Пока Без апгрейда Дерутся миги Но Хватает сил До бункера Довести один боевой автобус Посмотрите Взрывается Вся пачка Все-таки Стелл справляется Но теряет Вышку теряет Нефтеперерабатывающий завод Который дает Скидочку на юниты Так Ядерная шахта Вот-вот готова Немножко не рассчитал С энергии китайц Нужно отстраивать новую И идет Опять вперед Здесь Джарман Кэл есть И боевой автобус Как-то не очень удачно Бойко контрит Наткнулся на эти юниты Децемочка выбивается И конечно же Очень-очень Грамотная игра От Фаргу Но опять же Позиционка На стороне Гла просто Полностью Большая была пачка У Китая Он рвался Ей вперед Но всю ее потерял И теперь Глашник Все перекрывает Что остается У Китая У Китая Я вообще юнитов-то не вижу Где наземные юниты Где оверлорды Так Черный лотос Ну как-то В наглую Она здесь будет Перехватывать Артельскую платформу Слишком нагло Ну слишком Нагло Конечно же Будет бить она Да еще и квады Отбегает Бойка просто так не хочет Терять свои юниты Так Ну где же апгрейд Есть апгрейд На миги Наконец-таки И на броню Также есть апгрейд Вау Но вот сейчас Начнется настоящий Флекс Для глажных войск Будет отлетать Только так Наглый рабочий Проходит на левом фланге Но должен был Спалить его Китаец Мимо минок Ему удалось Ну вообще Рабочим на минке Пофигу Они их умеют Разминировать И ставится норка Бэтлмастер Бэтлмастер Не идет на левый Вау Так она же еще И под электростанцией Она очень быстро Строится Как и черные рынки Для глаж Что ж такое-то Пропускает Бойка Вроде все было В порядке Ну и начинается Выпады От стелса Выходит Боевой автобус Правда там Должны ядерные миги Вот-вот контролировать Совершенно верно Бьют ядерные миги Бьют просто ужасно Больно Размен всего лишь На один Все апгрейты Нужные Бойка успел Для этого выпустить Грамотно И нюккэнон С апгрейтом Посмотрите Ооо Как неприятно Теперь все войска Которые будут В норке Будут вот так легко Вскрываться Нейтронная бомба Дорогие друзья Апгрейт Еще минус Там Токсотрактор Был Да Великолепные Мувы Отбойки Он пропустил Норку слева Но он с ней справился И сейчас Просто все войска Которые заходят В нору Фарго Попадает Под нюк Пушку Она здесь Прикрыта И чтобы ее убить Нужно Ну просто поймать Тайминг Выйти Не знаю Но это будет очень сложно Слушайте Грамотный нюк Прям вот Все по нюковски Как надо Как мы любим Да Молодец Бойка Прям шикарно Скоро будет еще Ядерная ракета У него готова Лота стоит Пошли повышения Ковровка Арт Удар Полетели от американца Ну я естественно Имею то что Бойка из Америки Они играют за американца Играют Он за Китайские войска И Странно Не кладется Здесь никак Дворец Не хватило Арты Так Ну нюккэнон Пока ждет Наверное В скором времени Опять ударит Будет ждать В норку Фарго Садит войска А зря А что Бойка Перестал по ней бить Там войска есть Если сейчас ударит Будет очень даже круто Много батлмастер Кстати Почему юзает Бойка батлмастера Потому что Выучил апгрейд На изотоп И они теперь Не будут так взрываться И нюкэнон Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как неприятно Летел тут Жарван Гэл С техничкой И одним ударом Перекантри У этих Бойка Великолепно Просто-напросто Жесть И по центру У нюкэнон Собирается Мощнейшая армия И добавляется Инферно Ну как же Классно Бойка здесь Да Казалось Ну все Глаз забрал Всю карту Куда А вот Дорогие друзья Сюда Сюда На китайские Юниты Сколько он уничтожил Невероятно Пошла лотос в центр Так Надо фарго Конечно адаптироваться Под все эти штуки Он строит Черные рынки У него есть Электростанция Поэтому экономика Работает И Так Опять что-то Уничтожил Юнит Какой-то Ехал Посмотрите Откуда тут Ядерно Это Нет А Батлбас Ехал Вау Еще и Батлбас Вырубил Как же так-то А Один Ньюк Кэнон И столько проблем Ну неужели Пошел в атаку Наконец-таки Бойка У него Грозные Юниты У него Очень мощная Наземная Пачка Прикрывает Естественно Мощнейший Воздух Ставит уже Второй Эйрфилд Ну и опять Техничка Идет И Минус Подрывники Нужно Работать И Нюк Пушка Великолепно Справляется Со своей задачей Прорывается Центр Китай Идет вперед Ничто Пока не может Остановить Большие Проблемы Для Гла Что ж И я думаю Что будет Подрывами Фаргу Сейчас активно Спамится Да Пошли подрывники Ну для того Чтобы врызаться Техничками Пытаться Как-то взорвать Пачку Ну а как еще Сложно Просто артиллерия Так же у Нюка Работает Да Полностью Минус Весь центр Лотос Будет перехватывать Сейчас Ремонтную зону Я думаю Что Фаргу Вообще Нужно продавать Эту норку Ну камон Сейчас опять Начнет Нюкэнон Убить И все войска Которые туда попадут До свидания Ну вот раскладывается Нюкэнон Нет Пока стоит Пока стоит Бойка Миги дежурят А основная пачка Пошла вперед Чем будет Отбиваться Фаргу Есть у него Командный центр Есть третий ранг Значит Есть GPS Крамблер Да Да Подрывники Готовятся Стелсу Нужно Принимать Во что бы Не Во что бы Не стало Нужно Принимать Так Распродается Нора Кстати Все таки Фаргу Не хочет Серять Так просто Войска Свои И пошел Китайский Прорыв Миги Вот вот На контроле Как только Появляются Здесь где то В диапазоне Да Боевые автобусы Миги Сразу начнут По ним Лупасить Ну вот Стоят В стелсе В стелсе Два батлбаса В стелсе Приехал Подрыв И минус Оверлорд Великолепная Работа от Фаргу Удар ядерной Ракетой Готов Так Ну Эта группа Ударная Сейчас Пытается Все больше Больше Стать Куда пошел Ядерный Залп Ядерная Ракета Вот-вот Ударит Друзья И бьет По электростанции Глашник лишается Рабочих Электростанции А представляете Сюда Вдарило бы Да Ну там Миги Ой как Больно Ой как Неприятно И просто Хаос Опять Подрывники Влетают Но Китай Все тушит И посмотрите Как грамотно Играет Фаргу Стелс Рабочие Под скрамблером Забежали Просто Ставят Норки Треугольник Интересный Боже мой Что творит Фаргу Пожар На базе Но при этом Он использует Всю мощь Стелса И идет На контратаки На все эти Меры Надо Отменять Отменять Конечно Пытаться Как-то Филды Но такие Большие Потери Были Есть деньги Флуат 10к Стелса Флуат 12к Нюка И да Дорогие Друзья Фаргу Находит Выход Казалось бы Но уже Невозможно Здесь Отбиться От Китая Но как Грамотно Играет Этот литовский Боец Просто Невероятно Вырубается Электростанция Вырубается Эйрфилд Бойко Потащил Всю свою Армию Назад Отбиваться Падают От него Повышения Там мины Есть уже Естественно Четвертый ранг Бойко По экспам Чуть-чуть На 400 На 300 Даже там С копейками Впереди Уже на 200 Эксп Впереди Да Просто Тютька В тютьку Артудар Пошел От Китайца Но столько Здесь Проблемных Норок Просто Отстроился Фаргу Как у себя Дома Невероятно Артудар Должен Падать Здесь На черный Рынок По всей Видимости Совершенно верно Добивается Черный рынок Минус Один Батлбас Но если Китай Справится То окей Еще не все Потеряно Но нужно Справляться Джармен Кэл Выпался Но тут Кстати Очень хорошо Инферно Отрабатывает Минус Джармен Кэл Я бы сказал Великолепный Инферно Батлбас Попадается Ну наверное Будет просто Уезжать Нет Да Батлбас Просто решил Уехать Да нет Слушайте Будет до конца Здесь Или что Решит Фаргу Он Палится Есть же Радары Естественно Мины здесь Рядом Очень опасные И Не зажигают Слушайте Микрит Фаргу Пытается Уничтожить Все эти Инферно Противные Для Стелса И Батлбас Прям Кружит Тем временем Ракетчики Работают Он филдом Вау Просто Вау И Все Поймали Поймали Этот автобус Есть Еще один Автобус Который Работает Как бункер Ну Вроде бы Как Бойка Отбивается Хотя Ну Реально Шел К победе Ну Столько Потерял Фаргу И Вот Эти Как раз Так Рабочие Пришли Заставили Китай Вернуться К себе Домой Чтобы Отбиваться Невероятно Остался Здесь Трех Лучковый Кват Пехота Еще Есть У Китая Что По юнитам Спамятся Флот Уже Большущий Растратил У Фаргу Большой Флот Очень много У него Черных Рынков Как Не Крути Так И Уничтожается Трех Лучковый Кват Но Еще Две Нары На Левом Фланге Есть Разминировать Здесь Рабочий Для них Подход Для этих Норочек Да Мало Либо От войска Вылезать Минус Филд Китай Отстраивает Новый Филд Так Все Пошло Уничтожение Нор По всей Видимости Фаргу Пока Нечем Добавлять Минус В итоге Нюх Пушка Она Здесь До конца Работала До конца Выбивала Войска Из нор Может быть По этой Причине Здесь Нечем Выскакивать Хотя Вот Видимо Добавляются Квады Да Ну Норочки Сверху Мы видим До конца Чистятся А вот На левом Фланге Еще Две Осталось Здесь Даже Коробки Для Китая Остались Денежные Можно Добывать Справа Суплай Все По центру Суплай Все Пошла Кобровка Китайская По черным Рынкам Естественно Она должна Упасть Здесь Да Но до конца Не добила Отстроиться Черный рынок Ну и пошла Пошла Армия На Уничтожение Последних Глажных Опасных Позиций Да Ну сколько же Последствий Конечно Эта армия Здесь учудила Эти рабочие Влепили Настолько Наглые Норки Но вы представляете Если бы у бойки Хотя бы один радар Стоял на базе Но не прокатило бы этого И уже Скорее всего Китай праздновал бы Победу Но и тут-то было Фаргу не так Просто продается Суплай Наглый Хотел тут добывать Китаец Пришли к ваду Ну все Все Бойка полностью Отбивается Хотелось бы ему Пожелать хакеров В дальнейшем Но у него все еще Работает хотя бы Вышечка Есть Естественно Ядерный Нюк Миги Лотос Тут зашла Очень интересным Образом Сколько Давайте посчитаем Раз рынок Два рынок Три рынок Четвертый рынок Пятый отстраивается И шестой Отстраивается Ага Ну да Вторичка Очень даже Неплохая Опять же В скрамблер Уходят войска Еще в центре Где-то что-то Глажник копает Я думаю Что так же Должен быть у фаргу Кэш баунти И опять Бойка пошел Вперед Восстановился Будто бы Ничего и не было Сейчас Активируется Опять ядерная Ракета Мины Полетели От Китая Да Ну и пятые ранги Уже на двух сторонах И там и там То есть есть Скрытые атаки У фаргу В запасе Есть токса Бомба Ну кстати Что самое-то Интересное У Китая Повышение Еще Будут откатываться Откатываться Работает Чертный Лотос Один военный Завод Минус И лотос Палится Да Скрытые Радар Ван Есть Это был единственный Военный завод Кстати Все Заводов пока не остается У фаргу Вот только сейчас Отстраивает А тем временем Китайская армия Надвигается Да Там опять же Все таки Не всегда увидишь На самом деле Инферно За нюка Да В большинстве Мы наблюдаем За нюкой Обычно Это оверлорды Яценки Тут инферно Прям работает Но батлбас Выходит на работу И конечно же Есть нюки Ааа В стелс ушел Батлбас Минусы Завод Джармен Да Или кто-то был Подрыв Подрывник Неприятно Но вот Палится Палится Но идет На минке Прям как По заказу Здесь отработали Минки Убойки Остатки мин И закрывают Этот батлбас Артудар Последует Затем От нюка Уже Больше 20 минут Прошло Ну ничего себе У меня такое ощущение Что я минут 5 Сижу Балаболю Боже мой Минус черный рынок То есть Настолько идет Интенсивно Эта игра Остается Раз Два Три Четыре Пять Черных рынков Там половина Стелс Из этих рынков Нужно их Полить Пошла также Ковровка Подходит Юнита на правый Фланг Здесь Ну и конечно Работают Миги Без вопросов Флексис Как я и сказал Заставляет Глажные войска Нифига себе Там Миг еще В воздухе Добавил И до свидания Боевой автобус Вас тут не ждали Как говорится Так На левом фланге Тоже есть Норочка Паста Ну пока Там фаргу Не работает Бункера боится Ну сколько раз Мы видели фаргу Рабоченька же Забегала Невероятно Просто Так Будет ли отстройка Ну вот упала Ковровка По еще черному рынку Распродукт не нужен суплай Раз Два Три Три функциональных рынка Остается мало Всего три Осталось А было да Когда-то там шесть Я считал Уничтожает китайца Вторичную экономику Глажный Все делает правильно Давай так Есть кэшбаунти Жорновато Итог Сабомба Полетела Посмотрите Отходит Бойка заметил И неужели уйдет Или все таки Бедные Инферно Будут погибли Вау Не погибают они На нулях ХП отходят Без потерь Абсолютно Эта токсо Бомба Обошлась Китайцу Но великолепно И там уже готов Залп Ядерной ракеты Куда этот залп Пойдет Я думаю Что В району рынка Кто-то должен Ага Ну да По каркасу Черного рынка Добивает Чтобы больше не отстраивался Ну мне кажется Может было круче Запольнусь Но видите Здесь половина То в стелсе Поэтому Бойка бьет туда Что видит Да Ну как же он Спас свои войска Просто эпично Мне понравилось Фаргу так и не уничтожил Кстати здесь Ремонтную зону Рабочие Опять пытаются Внаглую Отработать Один в инвизе Он палится А второй без инвиза Вот нужно было им наоборот Бежать Инвизному налево А без инвиза Нужно было и Бежать по центру Но должен уже В который раз Это проходит Должен я думаю Бойка контролировать Да Пошел аванпост И я вам хочу сказать Что до сих пор 50 на 50 То есть Настолько жесткая борьба Китаец уже подготовил Хеликс Рабочий палец А рабочий На левом фланге Решил отстроить Турель Но электростанции Уже нет У Глажника Да Китаец И тогда уничтожил Ядерным оружием Ну и Норочка не достраивается Так Небольшое Затишье пошло Естественно У всех есть Экономические Проблемы Все друг по другу Бьют В том числе Китаец В том числе С своими повышениями Падают мины На центр Ну и конечно Фарго тоже Боязненно Где угодно Здесь выпрыгивать У него есть Сник атака Но если Выпрыгнуть И тут же Ее закроют Миги Это будет Жесткий фейл Поэтому Фарго тоже Ищет момент Тайминг Да Когда нужно Это сделать И как раз таки Сник атака Открывается От фарго Нужно ее Закрывать Идет Хеликс Выступает Два квада И Посмотрите Как Гримот Надзина Этот Литовский Байт Невероятно Он Забайтил Двумя Квадами Семь Миги Свою обойму Истратили И только потом Вылезает Вся остальная Основная Пачка Просто великолепный Мув И подрыв В вышке Закатывается Боже Ну как Грамотно Играет Фарго Ньюкенон Ньюкенон На страже Может выбивать Здесь его Морозят Но в ловушку Берут Инферно Бойка Тоже не дурак Ох Насколько это Потно Насколько это Нервно И отбивается Бойка Ньюкенон Так же Работает Причем Я бы не сказал Что были Прям мега Большие Потери Но Все Миги Полегли Да Это неприятно Достаточно И минус Вышка Кстати По поводу Больших Потерей Я заблуждаюсь Потому что Оттуда Каким-то образом Выехала Техничка Доехала Живая И подорвало Целую Вышку Невероятно Просто Невероятно Как же Провел Эту атаку Фаргу Хотя Казалось Там Сразу Накрывают Просто Но без Вариантов А он Нашел Вариант Еще и Дамаги Нанес Такие Жесть Просто Невероятно Очень Невероятно Это происходит Ковровка Здесь пытается Падать По черному Рынку Но До конца Его не смогла Добить Чуть она Косо Дала Здесь По касателе Но все Так Отдаваться Никто Естественно Не собирается Пошел Арт Удар Отбойки Неужели По военному Заводу Нет Наверное Здесь он знал Что есть Черный рынок Полил Да И по черному Рынку Минус Черный рынок У Фаргу Остается Раз Два Три Четвертый Фейковый И пятый Отстраиваться Будет Ну скорее Даже Четвертый Отстраивается И пятый Фейковый Добегает Стелс Рабочий Но опять Бойка пропускает Сколько Можно Ужас Как же Шедеврально Фаргу Тут отыгрывает За стелса Такие норы Прокат Вот А Китай Пошел Вперед Вот Вопрос-то в том Есть чем Принимать Или нет Лотос Палит Норочки Инферну Здесь Смотрите И минус войска Если там есть Ааа Там был Баттл Бас Как это Неприятно Просто Жесть У Фаргу Такие Потери И как Шедеврально Играет Бойка То есть Из этой норы Даже выползти Нечем Ну потому что Просто всех Убили Пошла Техничка Она палится Она палится Она даже С подрывом Была Наверняка Да Вау И слушайте Еще с бой Кота А Но выбили Лотоса Выбили Лотоса Мне кажется Что Фаргу Пока отбиваться Может только Джарманом Одним Квадом И это Очень опасно Китайская Пачка Прям очень Опасная Мы видим Что здесь Рабочий Дальше Бежит Поглядите Вау Справа Есть нора Ну и Джарман Кэл Килит Джарман Кэл Между прочим Здесь Как мы видим Аван Пост Чтоб тот Ничего Стелос На ней Палил Грамотно И Неужели Это Эми Бомба Да Это Эми Бомба Закрывает Целый Тут Мейн Очень Даже Классно Очень Грамотно В норку Опять же Нельзя Селиться Ааа Ай Ай Как Великолепно Подрывает Фарго Один Так Добежал Другой С технички Прибежал Ох Просто Шетевральные Подрывы Ну Казалось Уже Все Для Глашника Тут Скинули Мины Эми Скинули Но Из Последних Сил Подрывники Просто Влетают В эту Армию Жесть Какая Это Творится Ух Мои Нервы На Пределе Но Я Этот Бой Смотрел В прямом Эфире Ребят И Для Меня Я Там Оба Валидольные Конечно Парни Играют Два Хакера Есть Готов Запуск Ядерной Ракеты Да Но Бойка Растерял Фарго Забирает Себе Юнит Из Последних Сил Минирует Здесь Все Разминирует Интересно Куда Ядерка Полетела Ну Я думаю Что В район Черных Рынков Наверное Куда Там Да В черный Рынок Естественно Ядерная Ракета Оставляет Туннели Ну Еще Есть Норочки Посмотрите Еще Здесь Бойка Продает Здание Слева Они ему Уже Не нужны Минки Есть Фарго Ставит Маяк Ну Вот Такие Норки Конечно Фарго Опять Но Играет Как Нислин Стелс Он Так Забегает Красиво Просто Невероятно Продается Суплай Продается Филд И Скрытая От Фарго Атака Неужели Это будет Атака Заканчивать От Нюка Сколько Нюка Натерпелся От Стелса Даже Не дают Здесь Ничего Продать Да И Фарго Какими-то Последними Своими Клочками Идет Вперед Все Что У него Есть Посылает Там И Бэтл Мастер Есть Как раз Бойка Отнял Глашный Юнит Пацаны Уже Обмениваются Юнитами Но Интернет Центр Строится Он Дорогой Бойки Блин Отменить Был Хоть Какой-то Флот Появился Что-то Повыпускать Так Выходят Танки Нельзя Конечно Терять Здесь Командный Центр Могут Еще Упасть Какие-то Повышения Работают Два Трех Лучковых Здесь Квада Выходят Бэтл Мастер Предательский Здесь Так Ну Непонятно Для чего Отстроился Интернет Центр Токсобом Бомба Не даст Пацанам Сеть И Сдается Бойка Просто Не знаю Да Много На моей памяти Было Крутых Реплеев Но это Прям Что-то Эпичное И Коля Я не забыл Скажу вам Счет Этого челленджа 7-3 Победил Фарга Бойку Но этот Бой был Под номером 2 Тогда Фаргу Вел 1-0 То есть Тут Бойка Мог Сделать Как раз Таки 1-1 Или 2-1 Фаргу Вел Нет 2-1 Фаргу Вел Ну что ж Друзья Оставляйте Свои мнения В комментариях Ну по мне Это Просто Что-то С чем-то Это Первый реплей Лето Кстати Да Первый реплей Лето Который я 21-го года Естественно Который я заливаю Ну просто Что-то С чем-то Что ж Напоминаю вам Обязательно Комментируйте Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Не забывайте О группе Вконтакте И дискорд Канале Ну а я с вами Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok